Всем привет! Сегодня хочу вам показать свои текущие процессы. Видео будет не очень длинным, но показать я вам должна, потому что результаты есть. Помните, я вам говорила, у меня был не вышивун, никак не могла сесть вышивать. И для этого я решила начать новый процесс, вот этот венок. Я сказала, буду вышивать этот венок до победного конца, и пока я его вышиваю, ничего другого в руки не возьму. Как вы думаете, сдержала я свое слово или нет? Конечно, вы сейчас скажете, нет, не сдержала, ты же много процессов начинаешь. Я практически его вышила. Конечно же, зрители, кто подписан на мой инстаграм, уже это видели. Они уже знают, что мой венок движется к завершению. Я знаю, что многие из вас отгадали. Как быстро я вышила этот венок. В принципе, я не удивлена, потому что предыдущий венок, венок изобилия, я также вышивала быстро и не могла оторваться. Посмотрите. Вот такая красотища. Ну, конечно же, здесь еще много бека, здесь еще бисеринки, здесь еще всякие ягодки в разных техниках. Вот, видите, вот эти вот ягодки, какие-то они такие выпуклые, какие-то прям выпуклые такие, как шарики. Там деревянные бусины. Вот, видите, сколько деревянных бусин? Вот, вот деревянные бусины. Их нужно нитками обматывать, потом из этих бисеринок еще какие-то ягодки делать. Я пока еще не смотрела, что это за техника. Я так вперед не забегала, пока я наслаждалась процессом. Вообще поймала себя на мысли, что хочу следующий процесс просто все шпарить крестом в две нити. Не хочу бисеринок бека. Если я захочу повышивать бисером, то я возьму свою бисерную икону и буду ее вышивать. Но картину вот я хочу дошить, и чтобы она уже была завершена. А здесь, получается, я еще к финишу-то не пришла. И бывает, что такие работы у меня подолгу лежат. Я вообще этой осенью примерная девочка. Посмотрите. Ну, я шучу. У меня, конечно, и раньше были готовые работы, но был период, когда работ не было. Вот это был летний период. Вот, видите, я вышила игрушку. И несмотря на то, что я ошиблась, я все-таки ее подогнала. И вот так вот все это вроде нормально должно вот тут вот по краю сшиваться. Но когда я это буду сшивать? Когда? У меня руки не доходят. Я не могу оторваться до этого венка. Вот я боюсь, что сейчас я дошью до конца. Но, вы видите, осталось буквально чуть-чуть. Мне здесь буквально на вечер работы... А, нет, еще вот этот цветок, еще вот этот цветок. Но если постараться, то можно, наверное, вышить за вечер. Ну, пусть за два вечера, да? Но все равно два вечера, и все, и все, это финал. И я боюсь, что потом он у меня ляжет и будет лежать. Я возьму какую-нибудь другую работу и буду шпарить крестом в две нити. Например, золотое руно. Я должна завершить этот венок. Завершить и оформить. К Новому году обязательно оформить. Потому что, когда я пришью бисеринки и вот эти вот бусинки, а потом уже не отгладишь эту работу, и нельзя будет ее куда-то сворачивать, складывать, а просто так будет лежать, она пылится. Поэтому, нет, обязательно нужно будет эту работу оформить. Ну, а до завершения все-таки еще далеко. Очень много других техник, украшений. Нужно его очень хорошо, этот веночек, украсить. В общем, вот так у меня продвигаются дела. Я считаю, что прекрасно у меня продвигаются дела. Не вышивун у меня прошел. Вышивать мне хочется. Хотя мне и раньше хотелось вышивать, у меня времени не хватало. Сейчас тоже у меня не хватает времени. Но у меня не хватает времени на уборку. А на вышивку у меня хватает времени. А до этого мне на вышивку не хватало на все остальное хватало в общем устала я мне хочется просто сидеть и вышивать не хочу никуда выходить из дома там слякой там ветер там холодно вот так классненько сидеть и вышивать ну в общем единственное только болит спина и и плечо разболелась сильно потому что работаю сижу и вот этот веночек вышиваю сижу нет нельзя так нужно конечно же отдыхать отдыхать а вот смотрите какая у меня изнанка она конечно же не идеальная но я уже могу ее показать мне не стыдно раньше мне было стыдно когда смотрели на изнанку я говорила ой ой не заглядывайте не смотрите это смотреть нельзя вот тут вот одна ниточка только а так здесь крестики все правильно здесь четыре крестика на лбу у нее вот они вот это четыре крестика а я думаю что такое у меня за нитка торчит все правильно это все по делу торчит вот так что вот так вот могу показать изнанку могу похвалиться и знаете что интересно вот весь венок идет как по маслу но вы думаете он у меня также начинался перед этим у меня был не вышиву и когда я начала вышивать венок никак он у меня не шел у меня даже остались файлы я сейчас вам покажу как у меня этот венок начинался я вообще думала он у меня не пойдет думаю да что ж такое я наверное не вышивала летом и разучилась вышивать никак у меня ничего не идет вот я сейчас предлагаю вам посмотреть ричард водичку пьет предлагаю вам посмотреть эти кадры как начиналась работа с этим веночком начала я вышивать вот этих человечков очень сложно мне вышивать белым по белому поэтому там крестики конечно же неровные но думаю ладно дальше я исправлюсь перешла к правому нижнему углу думаю начну с этих цветочков василёчков здесь так все весело хорошо разные ниточки и что же я сейчас обнаружила оказывается я ошиблась несмотря на то что у меня есть разметка вот этот василёчек должен быть вот в этом квадрате и вот эти должны быть вот здесь то есть то есть я ошиблась на целый квадрат ну что хочу сказать когда долго не вышиваешь теряешь навыки и представляете сейчас сижу и думаю распороть или не распороть но когда вы увидите это видео наверняка я уже решение прямую скорее всего распорю знаете что огорчает что вот этот участок он не будет зашит то есть вот так идет веночек и вот эти вот квадратики будут открыты и я даже не представляю а вдруг останутся здесь поврежденные ниточки на конве чем печалька вот сейчас сижу и думаю нужно ли мне пороть или не нужно пороть или оставить как есть вышивать дальше потом заполнить вот эти вот участки ну в общем даже не знаю как быть все таки я не выдержала и распорола у меня вот такая порка почему я боялась сейчас распарывать потому что в последнее время все же за что я берусь у меня почему-то идет очень плохо это не только вышивка как-то вообще в последнее время не ладится именно по этой причине у меня был не вышиву наверное все-таки мне нужно просто отдохнуть вот после работы ничего не делать просто поваляться отдохнуть а я стараюсь себя заставить что-то делать ну наверное не нужно было себя заставлять но я очень рада что распоролась все аккуратненько ниточки не повредились единственные вот большие дырочки но это не страшно после стирки канва сожмется этих дырочек не будет я очень боялась что порвутся ниточки потому что я закрепляю микро стежком и вот кое-где видно кое-где видно но на 16 канве плохо у меня получается закреплять микро стежком на 14 получается ловчее а здесь как-то не всегда хорошо не всегда ловко но наверное я буду иногда закреплять ниточки с обратной стороны я уже говорила я не заморачиваюсь по поводу изнанки но если лицевая сторона у меня страдает не получается аккуратно закрепить лучше я испорчу изнанку чем я испорчу лицевую сторону ниточки меняются очень часто рисунок мелкий и вот как видите в одном цветочке раз два три 4 4 оттенка даже 5 и blend вот такой маленький цветочка и так сложно вышивается много здесь таких мелких деталей в этом веночке поэтому изнанку не буду показывать очень сложно закреплять когда несколько стежков и нитка меняется ада можно вышивать парковкой но здесь рисунок разбросаны то есть если бы эти цветы шли подряд то можно было бы до парковкой а поскольку цветы разбросаны все равно придется ниточку отрезать теперь главное чтобы мне этих ниточек хватило синих потому что их на пасме мало не рассчитано было что я ошибусь обидно будет покупать целые пасмы если мне не хватит ниточка ну ладно раньше времени не буду паниковать любом случае ниточки гамма стоит недорого это не такая большая проблема ну что поделаешь моя ошибка я передвинула пяльца не могу вам сейчас показать человечков но вот надеюсь здесь видно вот сиреневые нитки ложатся ровно там где у меня были белые и серые крестики были неровные но у меня очки сломались я со старыми очками слабенькими нифига не вижу но все равно вот сиреневые ниточки ровнее легли я давно заметила что белые и светло-серые нитки почему-то ложатся хуже но я грешила на зрение но вот сейчас смотрю сиреневые выглядят нормально в отличие от белых вот в этом наборе мне нравится что два листа здесь бэкстич бледно а на втором листе бэкстич жирно то есть идет две схемы первый раз я вижу в наших наборах две схемы обычно у дименшинс дошло две схемы с бэком и без бэка в авторских схемах тоже такое есть ну вот и теперь фанна также положил нам две схемы вторая схема видите здесь сами значки бледнее а бэкстич жирно а там наоборот первом варианте ну вот так сложно продвигался этот венок и знаете что когда я дошла вот до этого места где мне осталось буквально на два дня знаете что я сделала а я решила начать новый процесс я обещала вам что не буду но я ничего с собой не могу поделать девочки вы видели какую шкатулку оформили в нашей багетной мастерской я просто перерыла вообще все что у меня было в доме я искала какой-нибудь небольшой процесс я очень хотела его оформить в шкатулку я хочу такую шкатулку я не могу с собой совладать держите меня семеро но я начала новый процесс вот такие яблочки это авторская схема мария бравку я уже показывала видео когда я покупала авторские схемы кстати у меня есть видео все схемы которые я купила у авторов они все у меня есть меня прям есть отдельное видео называется авторские схемы и вот одна из них вот это была схема и я так посчитала что это будет такая красивая крышка на шкатулке если ее делать без паспарту с паспарту она очень огромная выйдет и обязательно я захотела чтобы это было вышито на равномерке а не на канве но сейчас уже думаю наверное лучше бы я на 16 канве вышила потому что на равномерке мелкого каунта я не могу вышивать только могу вышивать на линдзе 27 я конечно же начала на линдзе 27 голубого цвета посмотрите какая красота получается посмотрите эти яблоки они просто как живые посмотрите как красиво единственное получается крупновато ну когда полностью где-то примерно листа 4 20 на 30 в принципе листа 4 это нормальная шкатулка я вот так вот представила вот представила да нормальная шкатулка но если здесь будет немножечко поле свободное то другое дело а если еще будет багет в общем когда я отнесу багетную мастерскую там уже я с мастером посоветуюсь и посмотрю делать мне из этого шкатулку или нет ну вы представляете какая была бы красивая крышка это вообще была бы обалденная шкатулка но мне кажется она получается крупновато я сейчас немножечко жалею что я не начала ее на 16 канве а начала на равномерке но опять же я не расстраиваюсь картина очень красивая я ее оформлю в багет повешу на стену а для шкатулки подберу какой-нибудь другой сюжет если не подойдет но вообще конечно сюжет замечательный и схемка очень легкая очень простая но я не пожалела что я эту работу купила конечно здесь еще много бэка все это будет выглядеть намного лучше чем выглядит сейчас в общем вот так спонтанно вдруг я решила что мне нужна шкатулка причем обязательно на равномерке вот и достала и начала вышивать ну вот такая я морально неустойчивая ну что я могу с собой поделать не могу я ничего с собой поделать простите меня люди добрые на самом деле мне уже самой смешно что я каждый раз говорю все все не буду начинать опять начинаю когда начинаю снимать видео мне уже самой смешно что я говорила в прошлом видео и что говорю сейчас ну такова жизнь на этом я свое видео заканчиваю не забудьте поставить лайк ну если жалко можете поставить дизлайк с вами была инесса всем желаю удачи пока пока пока